В среду президент Украины Владимир Зеленский посетил освобождённые Изюм и Балаклею в Харьковской области. Накануне, в вечернем обращении, Зеленский сообщил, что ВСУ освободили уже около 8 тысяч квадратных километров территории Украины. «Очень важно, чтобы вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию вернулась обычная нормальная жизнь. Например, в Балаклее и в Граково уже началась выплата пенсий сразу за пять месяцев. За всё то время, когда мы просто не могли производить выплаты из-за оккупации». Город Изюм был оккупирован 2 апреля. А 10 сентября россияне спешно покинули город. Судя по всему, молниеносное контрнаступление ВСУ застало армию РФ врасплох. «Они бежали, как мыши. Они бежали, бросая всё. Технику, своих людей. Они даже застрелили одного из своих, который был ранен. Только чтобы убежать». Сообщается, что повсюду, на освобождённых территориях в Харьковской области, украинские военные находят брошенную российскими солдатами военную технику и ящики с боеприпасами. «Все их взрывчатые вещества здесь, на месте. Они оставили все свои боеприпасы. Мы можем взять их и использовать для добрых дел. Здесь много боеприпасов для танков, для артиллерии. Их очень много». Примерно половину своей техники или почти 100 танков потеряла российская элитная 4-я гвардейская танковая армия во время отступления с 6 по 10 сентября под Изюмом. Таковы данные нидерландского портала Орикс, который занимается проверкой военной информации по открытым источникам. А это село Уды Харьковской области, примерно в 7 километрах от российской границы. Украинские сапёры очищают местность от мины взрывчатки. По их словам, на освобождённых территориях заминированы леса и поля, а также большинство мостов. «Во время работы в селе Уды Харьковской области мы обнаружили боевые позиции Российской Федерации. На данных позициях было выявлено то, что вы видите здесь – противотанковые мины и противопехотные мины, запрещённые Международной конвенцией. Эти мины были найдены и обезврежены нашим подразделением». А это кадры встречи матери и сына. Мэр Дергачей Вячеслав Задоренко смог обнять свою мать после того, как село наконец освободили от войск РФ. Между тем, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября направляется в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой их переговоров станет обеспечение доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза. Перед встречей фон дер Ляйен заявила, что в обозримом будущем России не стоит надеяться на отмену санкций, введённых против неё Европейским Союзом. «Это плата за путь смерти и уничтожения, который выбрал Путин. Я хочу дать понять – санкции будут продолжительными». Тем временем украинская полиция установила личности более 5000 российских военнослужащих, подозреваемых в совершении военных преступлений во время оккупации Киевской области. В Киеве надеются, что Международный уголовный суд и украинское правосудие обязательно привлекут их к ответственности. Я надеюсь, что сейчас мы сможем связаться с нашим специальным корреспондентом, специальным корреспондентом Deutsche Welle в Харькове Ником Конноле. Да, Ник, я вижу тебя, ты на связи. Ник, опасаются ли украинские военные попытки россиян снова захватить ранее оккупированные и сейчас освобождённые районы Харьковской области? Ну, действительно, опасения есть, поскольку здесь непосредственная близость хранится с РФ, то есть с точки зрения логистической наверняка сюда проще попасть, сюда подгонять ресурсы, чем это в случае с правобережной частью Харьковской области. Но ещё и вопрос обстрелов напрямую с территории РФ. То есть мы видели такой паттерн в случае с Сумской областью, допустим, после вывода российских войск весной продолжается почти без остановки обстрелы при граничных, вернее, сёл. И там такая достаточно широкая полоса, в которой жизнь так и не вернулась к довоенному уровню, до нормальности. То есть это достаточно просто делать и вот таким образом всё-таки российские войска в состоянии достаточно малой ценой создавать немаленькие проблемы для этих частей Украины. От центра Харькова до территории РФ напрямую где-то 36 километров. То есть это вполне в зоне досягаемости для таких систем, как смерть, ураган и частичная дальнобойная артиллерия. То есть это вот самый важный вопрос для такого же Харькова, который никогда в оккупации не жил. Но вот всё-таки второй город Украины должен жить вот с непосредственной близостью к границе. И если в РФ останется вот такие отношения с Украиной, то большой вопрос, сколько харьковчан, которые сейчас где-то в Киеве или даже в Европе отсиживаются, ждут окончания этой войны, насколько они будут готовы возвращаться сюда и вернуть жизнь на улицы этого города, который сейчас производит довольно такое удручающее впечатление. Вот в будний день, в полдень на улицах, ну, словно в воскресенье в каком-нибудь райцентре. То есть очень мало людей и очень странно видеть такие широкие улицы, большие проспекты, где вот единичные прохожие, единичные машины. И вот действительно непонятно, сколько вот город может в таком состоянии дальше существовать. Ник, ну ты бывал в Харькове и раньше. Заменилась ли как-то в целом ситуация в регионе после того, как практически весь регион был освобожден от российской армии? Конечно, если вот все-таки попадаются местные, хотя их тяжело найти, поскольку на улицах действительно очень-очень мало людей. Многих это, конечно, порадовало то, что в восточном направлении Харькова фронт теперь где-то на 100 километров от города, за Купинском, за Осколом. Но и Украина себе и внешнему миру показала, что она в состоянии перейти от активной обороны к наступлению. Но пока что мы не видим здесь больших потоков людей, которые готовы возвращаться. Все-таки Харьков это такой отдельный случай. Здесь в начале войны было очень-очень горячо и постоянно были арселлерийские обстрелы, очень много разрушенных домов прямо в центре города, в отличие от того же Киева. Потом в начале весны, весна, начало лета, здесь был такой период затища. И многие тогда поверили, что все-таки город возвращается к какой-то нормальной жизни. А потом уже на протяжении лета дела ухудшались. То есть все-таки было один раз уже была такая ложная надежда на улучшение и на вот отход от такого военного состояния. И мне кажется, и у людей здесь достаточно оправданный такой скепсис и настороженность, неготовность пока что поверить в то, что все будет нормально. Ник, как известно, некоторые жители Харьковской области сотрудничали с российскими властями во время оккупации. Что ждет этих людей и насколько действительно много было задержано? Или же они все бежали вместе с отступающей российской армией? Ну мы сегодня слышали от президента Зеленского, что по его данным украинским властям удалось, как они выражались, стабилизировать обстановку на примерно две трети территории, которая была возвращена под украинский контроль. То есть это примерно 4000 квадратных километров. И туда входит именно фильтрация и прочее разбирательство с людьми, которые остались на местах. Как дальше будет это все выглядеть, какие будут судебные разбирательства с людьми, которые получали какие-то должности или, по крайней мере, принимали российское гражданство. Все-таки очень выразительные фотографии, кадры каких-то церемоний в этих городах, где еще в августе, в начале сентября даже говорилось о том, что Россия там навсегда и что вот уже украинского контроля не будет никогда. Это большой вопрос. Конечно, в обществе большой запрос на справедливость и на покарание этих людей, особенно если это касается бывших украинских каких-то чиновников, которые перешли на российскую сторону. Как это потом на самом деле будет выглядеть? Мы по Киевской области, по северным частям Украины, которые были возвращены под государственный контроль еще весной, пока что не очень много было громких каких-то дел. Все-таки очень были большие, длинные очереди машин в сторону Белгорода. То есть люди здесь сходят с того, что все-таки львиная доля людей попыталась хотя бы все-таки скрыться на территорию РФ. Другой вопрос, что все-таки отступление российское было настолько здесь молниеносное, что многие не успели вовремя уехать. Сейчас, насколько понятно, граница на всем протяжении Киевской области закрыта, то есть уже некуда убежать. Есть еще сведения о том, что много где отсиживаются не только и какие-то коллаборанты, но еще и российские военные, которые не успели вовремя уехать, и теперь сидят в брошенных домах и пытаются скрываться, переодеваются в гражданскую одежду, пытаются каким-то таким образом все-таки от украинских военных прятаться. Но очень много вопросов, очень мало пока что ответов. Пока свободных журналистов, независимых, мало на местах, тяжело передвигаться без сопровождения военных. То есть, мне кажется, много еще предстоит все-таки выяснять на протяжении следующих дней, когда вот сейчас шаг за шагом эти районы открываются для внешних людей, не только для журналистов, но еще и для правозащитников.